Хочу представить вам американского дипломата Джон Харпс. С нами будет на связи бывший посол Соединенных Штатов и в Украине. Господин Харпс, здравствуйте. Ну что ж, по следам главы Пентагона в Киеве поговорим об этом. Как вы находите, каким был этот визит, и как же грустно сегодня мне видеть сообщение о том, что Америка сокращает поставки снарядов в Украину на 30%. Что это за сообщение? С этой или плохой новостью приезжал глава Пентагона к президенту Зеленскому и Украину? Безусловно, это проблема. Я думаю, что Украина и своими партнерами могут справиться как-то с этой проблемой. Но дело в том, что администрация медленно работает над повышением нашей продукции, снарядов и другой военной техники. Они начали об этом говорить полтора года тому назад, но они приобрели хоть несколько, но немного шагов, чтобы это делать. Хорошо. В таком случае, как же нам быть? Потому что для нас... Мы видим данные британской разведки о том, что Россия как раз накапливает весь свой арсенал для того, чтобы нанести удары по Украине зимой. И вы понимаете, что разрушенная инфраструктура – это будет глобальная катастрофа. Для нас самое страшное опасение – это уход Соединенных Штатов, по сути, из Украины, прекращение оказания помощи. И есть ли гарантия того, что это не случится, по вашему мнению? Я не могу сказать, что есть гарантия, но есть, я сказал бы, твердое убеждение продолжать вам посылать все, что нужно, или многое, что нужно. И я уверен, что администрация Байдена и тоже большинство наших амстанаторов и наши представители, палаты представителей, тоже намерены это делать. Есть проблема сейчас, конечно, с бюджетом, с помощью для Украины. И я считаю, что мы найдем, мы решим эту проблему. Я не могу сказать точно когда. Наверное, требуется какое-то время, может быть, даже 2-3 месяца, но мы решим эту проблему. И пока у нас есть средства для Украины, может быть, не все нужные средства, но много средств. И мы работаем посылать все, что можно. Скажите-ка, вот когда вы говорите о всех возможных средствах и о всех возможных инструментах, может сложиться такая ситуация? Я понимаю, что, скорее всего, союзники могут прибегнуть к такому решению конфликта как заключение некоего мирного договора. Понятно, что подписание этого договора невозможно между Украиной и Россией, но, возможно, американские дипломаты, американская сторона или европейские союзники могут выступить такими переговорщиками. Или, вот я видела последнее сообщение, снова речь идет о том, что Турция предложила повторить стамбульские договоренности, как это было весной 2022 года, и выразила готовность принять делегации переговорщиков. Насколько это возможно, по-вашему, такая развязка к концу года? Или вы исключаете такую вероятность? Я совсем сомневаюсь в этом, потому что мы не видим российский подход, который может прийти к настоящему компромиссу, в котором Украина существует как независимая страна и в стабильной обстановке. Москва еще хочет победить Украину, и чтобы взять политический контроль. Опять, дело в том, что нужно найти средства для вас. Я думаю, что Байден намерен это делать. Я должен добавить, мы не знаем способность России начинать еще одну кампанию, как она вела в прошлом году. Их кампания против украинской инфраструктуры началась в октябре прошлого года. И мы уже почти к концу ноября. Поэтому мы не знаем, имеют ли они громадные средства для такой кампании. Хорошо. Президент Зеленский опасается еще и возможности влияния России внутри страны, расшатывания внутри каких-то политических процессов. И говорит про Майдан-3. Вы были свидетелями многих революционных событий в Украине, в Киеве. Как вы полагаете, сейчас действительно есть такая угроза, есть для этого предпосылки? Агенты влияния Кремля так сильны, что они могут осуществить этот план? Свержение таким способом? На мой взгляд, российские разведчики в Украине сейчас гораздо слабее, чем они были полтора года тому назад. И даже полтора года тому назад они были значительно слабее, чем они были 10 лет тому назад, когда все это началось. Я не считаю, что они не представляют угрозу, да, представляют угрозу. Но та угроза, опять, не в таком большом размере, как она была раньше. Хорошо. А что касается внутриполитических событий в самой России, вы знаете, что российская элита всегда тяготела к западной культуре, к жизни на Западе. А теперь вдруг Запад объявлен врагом. Вот это пошатнется российская элита, понимая, какие санкции, и они продолжают работать. Возможно ли, что какие-то внутриполитические процессы начнутся в самой России? Или режим Путина так силен, что свергнуть его не представляется возможным? Я считаю, что режим Путина не такой сильный, не такой солидный. И, на мой взгляд, доказательство это, это была история о Пригожине. Пригожин взял без никакого сопротивления Ростов-на-Дону. Потом он посылал все войска к Москве. И тоже сопротивление было совсем небольшое. И после того, как они его обвинили в предательстве, Путин сделал дел с ним. И ему нужно было исчезнуть в Белоруссии. Но на самом деле он маршировал в Петербурге, в Москве. И Путин опасался его арестовать. Наверное, это был Путин, который его убил. Но он сделал это взрывом, как будто он не играл роль. потому что он опасался какую-то поддержку российского народа для Пригожина. Поэтому, на мой взгляд, он не такой сильный. Это значит, что завтра он уйдет. Но я не удивился бы, если бы это получилось. Но он ведь остановил Пригожина. Как вы думаете, почему Пригожин не дошел до Москвы? То я не знаю. Была одна, я сказал бы, возможная теория, чтобы ФСБ и, может быть, образ гвардии захватили семьи, руководство Вагнера и угрожали Пригожина и его лейтенантов с ужасами для семьи, если бы они не остановились. Может быть, так. Но опять они опасались его арестовать. Что это значит? Ну да, он мог его арестовать, но не убивать, да. Ну, это значит, что институты не работают в России, то есть вести решение при такой мафиозной государстве, где глава мафии принимает решение. Но была очень, по поводу опять ситуации в России, была очень интересная статья, может быть, две-три недели тому назад в каком-то российском журнале. И в этой статье я читал, как те разведчики ГРУ, которые были в Европе, вернулись в Россию и встретились с Путиным, и они все время жаловались на их уровне жизни, на трудности для их семьи, из-за того, что они больше не в Европе. И это как раз силовики Путина. И они жалеют того, что они не могут больше жить в Европе. Что это значит опять солидности режима Путина? Это значит, что эти недовольные люди, привыкшие к жизни в Европе, могут постараться устранить Путина как преграду и возвращение к их налаженной европейской жизни. Это вы хотите сказать, господин? Это просто значит, что эта статья не показывает силу России, показывает слабость, потому что все эти разведчики понимают, что они больше не в Европе, потому что Путин совершил громадную ошибку, когда он начал маршироваться на Киев. Все это понимают, что их трудности именно исходят из этого решения. Но ведь на самом деле у этого глубинного народа, не у элиты, а у глубинного народа, и вот представители этого глубинного народа, вот некий Захар Прилепин, я не знаю, видели вы его последнее интервью или нет, но он все еще готов идти на Киев. Как это можно объяснить по-вашему? Ну, если они это публично говорят, это значит, что они говорят для публики, или скорее говорят для силовиков. Они понимают, что будет их судьба, если бы они иначе выступали. Да? То, что я знаю, российском народе, когда началась мобилизация 13-14 месяцев тому назад, многие мужчины выехали из России. Ход 500-600 тысяч, может даже полтора миллиона мужчин. выехали. Они не хотели сражаться в Украине. Да, это все, что надо знать о российском патриотизме. Но, тем не менее, по вашему мнению, критерий завершения войны, что это будет? Если Россия взяла курс на истощение, и они будут просто бросать ракеты в зимний период, оставлять нас без света, без тепла, в чистом виде демонстрируя геноцид, есть противовес у мировых институтов, которые призваны опасность, ресурсы, возможности, потому что, на самом деле, ведь Путин не декларирует захват Украины. Он говорит, что он сражается с западным миром, который, как он говорит все время, обращаясь к американцам, к европейцам, назвали себя прогрессивным человечеством. И он все время вам пытается доказать, что это он должен быть на вашем месте. Есть ли вот это понимание того, что все-таки ядерную кнопку в России никто не отменял, и какими будут действия Соединенных Штатов, если все-таки зима будет действительно очень и очень сложной для Украины? Я неоднократно замечал, что администрация Байдена хоть немножко испугана ярдными угрозами со Кремля. И это большая громадная ошибка их. И именно от этой боязни они не были готовы вам посылать всю нужную военную технику. И это проблема. Ваше контрнаступление было бы гораздо более успешным, если бы они не были испуганы, если бы не посылали вам все, что нужно. Это проблема. Но, как мы знаем, несмотря на эту боязнь, они после какого-то времени часто посылают то, что раньше они не посылали. Проблема сегодня, главная проблема, главная проблема сегодня не в том, что администрация не посылала нужную технику, хотя это проблема. Большая проблема это касается пока я сказал бы удача противников американской помощи для Украины предотвратить проход нового закона с помощью для Украины. И Байден сильно работает, чтобы решить эту проблему. И не только Байден, многие републиканцы в Палате представителей и в Сенате также работают с этой целью. И я уверен, я не уверен, не уверен, но опять больше, чем 50%, что они достигнут своей цели. Наверное, опять, требуется какое-то время. 6 недель, 12 недель, что-то вроде этого. господин Херкс, а вы решитесь назвать имя следующего президента Соединенных Штатов? Кто это будет? Я просто не знаю. Просто не знаю. Опросы нехорошие для Байдена. Опросы, я сказал бы, неплохие для Трампа. Но все-таки у Трампа есть проблемы из-за того, как он вел себя после бывших президентских выборов. И это проблема с нашими законами. И мы не знаем, как это все выйдет. А Трампа вы исключаете? Что? Дональда Трампа как победителя вы исключаете? Я не исключаю, но я просто говорю, что все его проблемы с нашими законами составляют большую проблему для него в этих выборах. Это не значит, что он не может стать кандидатом републиканцев, и это не значит, что он может стать еще раз президентом, но мы просто не знаем. Сейчас мы видим как Никки Хейли становятся более популярной. Как вы знаете, ее подход к российской агрессии в Украине прекрасен. И я не могу сказать, что ее шансы стать кандидатом републиканской партии больше, чем шансы Трампа. Но ее шансы нельзя исключать эту возможность, чтобы она стала кандидатом. И я думаю, что если бы она стала, она выиграла бы против Байдена или против другого демократа, я не так уверен, что Трамп победил бы над Байденом. Несмотря на опросы сегодня. Да, к весне все может еще измениться. Перейдем к ближневосточному кризису. Я вижу, пока мы готовились ко встрече, с вами пришло сообщение о том, что премьер-министр Израиля созывает чрезвычайное заседание военного комитета. И в официальном анонсе сказано, что это связано с заложниками. Как вы знаете, именно это заставляет вести израильскую армию войну против террориста. Военный кабинет это узкий состав правительства, сам Нетаньяху, лидер оппозиции и министр обороны. И вот они должны по местному времени в 16.00 встретиться. Катар, играющий роль посредника в переговорах между Израилем и Хамас, ранее официально заявил, что договоренность об освобождении части заложников представляется очень близкой. Ну а сам Нетаньяху надеется на хорошие новости скоро. Если будут достигнуты договоренности об освобождении всех заложников, если это возможно, военные действия на территории Газа прекратятся, по вашему мнению? Я думаю, что Нетаньяху намерен продолжать свою операцию, потому что его цель уничтожить Хамас. На самом деле я не думаю, что он может уничтожить Хамас, но он может делать Хамас очень-очень слабым. И я думаю, что так и будет. Заложники, это важный вопрос, но не единственный важный вопрос. А что еще? Ну, опять, атака Хамаса на Израиль была успешной в том смысле, что это вызвало недовольствие в арабском мире против Израиля. и до этого отношения между Израилем и арабскими странами стали теснее. И эта атака тоже подарила авторитет Нетаньяху. Потому что пока он был премьер-министром, что 1400 израильтян погибло в ужасных условиях. и поэтому для Нетаньяху нужно показать, что он сильно стал победителем в этом конфликте. Поэтому, опять, на мой взгляд, эта война продолжается. Задача политиков, как вы знаете, не выиграть войну, а не допустить войны, предотвратить. Правда? Не всем политикам это не бьется, и это означает, что следующий год будет годом новых президентов, новых лидеров. Выборы пройдут и в Соединенных Штатах, как мы сказали, и в России, если это можно назвать выборами. И, не знаю, возможно, даже в Украине. Вот эти новые лидеры, лидеры нового времени, которые должны прийти и впоследствии не допустить войн. Что вы думаете, кстати, про Илона Маска? Он в последнее время весьма нелицеприятно отзывается о президенте Зеленскому, и это выглядит очень и очень странно. Ладно бы это был Медведев или Путин, люди, потерявшие связь с реальностью, но когда Маск критикует Зеленского, это вызывает какие-то подозрения и опасения. Что думаете про его заявление? Мы говорим сейчас об Илоне Маске, да? Да. Вот. Безусловно, это громадный бизнесмен, да? Гениальный даже бизнесмен. Но что он значит о политике? Что он знает о политике? Мало. И как многие очень успешные люди, он считает, что он понимает все, несмотря на то, когда он только понимает, ну, скажем, бизнес. поэтому его выступление, может быть, это интересно, но это не очень важно. да, но странно, что он критикует Зеленского, а не Путина, ведь он представитель как раз нового поколения, война по сути. Ну, да, но нужно понимать, есть сейчас эта проблема с помощью для Украины исходит из небольшой банды републиканцев в Палате представителей. Они тоже критикуют Зеленского, а не Путина. это потому, что они слепые и в том же смысле МАС слепой. Так, но это, кстати, мало нас успокаивает, потому что мы бы хотели вот это все объемлющее и огромное поддержки для нашей... мы согласны, я согласен с вами. А когда Байден говорит, что благодаря украинской армии и сопротивлению Украины не воюют американские солдаты. Что это значит, по-вашему? Американцы понимают значение? Это значит, это значит, что намерение Путина стать хозяином других стран это намерение включает не только Украину, но и Балтику, может быть, Польшу, может быть, Румынию. И поэтому, так как эти страны, члены НАТО, мы должны их защищать. Это что? Это значение анализа Байдена. И последний вопрос, если можно очень коротко... Да, последний вопрос, хорошо. Какие шансы Украины все-таки в следующем году стать членом НАТО? Вот вы допускаете этот юбилейный большой праздник для всех нас? Трудно это видеть, трудно меня это видеть. Даже трудно, чтобы Украина получила приглашение стать членом НАТО. Но я работаю над инициативой, чтобы Украина получила приглашение начинать переговоры, чтобы стать членом НАТО. Пока администрация Байдена не готова пойти на это, но мы работаем, чтобы их убедить или перебудить. Субтитры создавал DimaTorzok